хотелось спросить за youtube канал у тебя вот youtube канал вот когда ты его одну открыл запустил и вот откуда это еще было когда ты был водителем троллейбус правильно ну начало все пошло с того я не знаю я смотрел какие-то там стримерские видео и как-то решил на одном из короче форумов каких-то там очень частый вопрос был как сделать скриншот там в игре я решил заснять это дело заснял этот скриншот сделать и там карта была русман и я когда играю там блин подъезжают одному и тому же же до переезда и там пояс летит над рельсами я тоже решил заснять но это как бах это надо разработчику карты снять вот снял все пошло и в общем его так вот начал снимать немножко игровое видео ну там самое малость там несколько стримов несколько видео которые прошли и все как-то на этом забылось но тем не менее канал уже был создан а дальнейшее как бы продвижение ну то есть канал макса я смотрел наверное с одиннадцатого года то есть ну я вообще болел туда троллейбусами особенно гармошка с юдиси сразу сразу на эту тему сразу же вопрос любого троллейбуса у тебя родители доработали мать или мать дает это от этого появилась любого такая каждая каникулы и даже еще в дошкольное время я ездил к матери в москву и я там то есть я прошел отмалку до самой великой и я даже не знаю когда я первый раз за рулем проехал но тем не менее у меня был такой прикол я ходовой педаль вечно нажимал мне семь лет было мать горитова нажимая нажимой такой такой прикол первый раз я даже не помню там может или восемь лет или в девять лет но это чисто так просто по пряму зато я могу сказать на автобусе лиас 690 на ходе это для с 677 м модификация московская это я в шесть лет вот зуб даю я ездил 6 лет по москве от по району это именно сначала какой камней водитель этот пристреливался то есть он сидит я сажусь ему на колени и управляю потом он начал двигать сидение подальше я сам уже до педали дотягивался и управлял и я не знаю сколько раз он мне может раз 5 или 10 дал прокатиться после чего он просто вылез в салон с матерью с моей там сидит общается пьет пиво я катаюсь по району но могу сказать то что действительно мне самому было немножко страшного там коробка автомат в этих автобусах была коробка автомат и ну там прикол в чем что гидроусилителя руля там нету то есть чем больше скорости в легче руб когда я делал повороты и там стояла дорожная служба там надо было резко делать этот поворот тут конечно мне немножко так страх был по поводу что не смогу вывернуть ну все смог все как бы получилось и вообще обалденно и кстати впоследствии потом когда начали по какой-то программе турецкий макс адреса на на москву это я считаю это самые лучшие автобусы которые были в москве за все это время пассажироперевоза и тоже мне как бы посчастливилось на этом максадесе прокатиться ну а впоследствии вот я на троллейбусе максадесе работал не знаю может недели три или месяц но я вообще я прям получал удовольствие вообще конкретно прям вот действительно что я как бы я вспоминаю это с приятными мыслями с приятными ощущениями что этот марседес это это больная тема то есть это троллейбус троллейбусов хотя конечно я могу только представить современные европейские троллейбусы предел наших мечтаний украинских водителей троллейбусов ну а по поводу канала вот именно что начал развивать европейскую тематику тут короче все пошло именно с такой темы я же как бывший слесарь это получается одно и то же предприятие но получается разные разные службы служба эксплуатации это водительская служба ремонта это слесарская и получается что смотри фишка такая я перешел с одной в другую получается и я знаю как устроено в слесарке я знаю как ребята когда не хотят делать они просто заявка не обоснован или проверен осмотрен и так же самое если же поднатягался я изучал эту инструкцию там все это изучал я все это знал как она на самом деле они как говорили то есть потому что говорили многое что не соответствует и когда троллейбуса были поломаны там то компрессор то еще что-то я пишу заявку они пишут необоснованно еще что-то подошел к начальнику говорит а ты так говорю вот я говорю там заявку пишу я выезжаю на следующий день не справим троллейбус я начал говорить о том что ну типа ты короче наклепываешь там грешишь там все такое ну ладно раз такое дело я говорю тогда буду это все снимать на видео и ну как бы это опять же пришлось из того что я по старовер я ходил с телефоном еще с кнопочкой ему же лет десять было я ходил в этом добивал до последнего но ходил и тут я в итоге купил лопату там первый слой samsung такой на 5 5 дюймов камера как-то более-менее писала на тот момент мне оказалось вообще шикарно хотя стабилизация вообще ноль начал снимать немножко видео с поломками приношу показываю начальнику смотри вот компрессор дымит туда-сюда он мне говорит это фотомонтаж вы сами подумайте видео и фотомонтаж ну как я могу нарисовать что-то дорисовать вот это вот это ты типа ты шумеешь ты сделал ясно короче не смог пробить это вот именно стену начальника я начал просто выкладывать ну конечно да и меня сразу начали потом притесняешь типа зачем ты 40 звезду выносишь пошел поехал ну зато это дал толчок пусть конечно меня частично из-за этого и съели но опять же я пошел дальше не оставил и даже дальше я так смотрю ты просто же просто снимал жесть троллейбусную как водитель дорога в троллейбус а все равно уже начали дать типа на и наезжать все остальное там уже просто пошел коса на камень они как бы они требовали инструкцию знаю как у масса надо было третьим депо нельзя то там отвлекаться смотри тут допустим примеров мы завалил как в чертасах то есть ну там с ним там логально скос советское пространство и люди понимают что зачем напрягать конкретно этой инструкции если можно допустим ну по-человечески а скажем у нас было сначала по-человечески а потом с этого по-человечески перешло на инструкцию и когда они начали до хрена требовать свидетелей а я вот именно знаешь как мне гордость не позволила я начал до хрена требовать от них но сказано надо так пусть она будет все-таки от момента они требуют от меня а я требую от них и из это ой как бесило потому что я требовал от них то есть они хотели требовать от меня ну замену ничего не получал и я получается я 6 отработала как с третьим классом ушел но нет у меня было конечно расчеты рассчитывался может но может но вряд ли конечно я получил в этот класс потому что четырнадцатом году когда вот это же донецк отошел у нас . на был донецк и потом уже когда кстати наши проехали это после моего увольнения через полгода 4 они поехали кто-то поехал на львову кто-то в харькове а потом уже лицензию сделали лицензию при автошколе кроматорска и повысили классность ну получается что я этого добивался я там жопу рвал конкретная свою и нервы тратил свои а получается я оказался за бортом но с одной стороны знаешь обидно но с другой стороны ничего страшного есть если отключается есть но обычно когда верхний свет работа так с этим понятно в общем в общем и после того ты уже начал как бы ну все это снимать более-менее потом уже перешел сюда и сразу вопрос вот машина вот эта грузовая работа она тебе заменяет работу троллейбуса или все-таки ну троллейбус это что-то такое нет ни в коем случае не заменяет троллейбусной работы потому что троллейбус это вот именно как говорят тут есть такое понятие дальнобойная романтика ну наверное можно сказать тоже самое троллейбусная романтика и ну как может двигатель внутреннего сгорания заменить контакторы никак абсолютно единственно могу сказать то что допустим но там всякие есть роллейбусы которые там контакторы выкинуты допустим как но и на юмз они с левой стороны в ящике внизу что их в принципе почти не слышно то есть но есть какие-то такие моменты но опять же от чего вот я конкретно могу кайфовать в управлении фуры это когда я где-то еду так по какой-то живописном локации там лес природа там или ну пусть может какие-то там степи горы холмы вот я вот еду и когда меня никто не гонит шею никто там не наяривает на телефон я еду наслаждаюсь самой поездкой и вот именно тогда я ловлю себя на мысли что это то из-за чего я люблю эту профессию эту работу но могу сказать что такое бывает не часто это вот именно какие-то такие вспышки моментов когда вот так говорят звезды сошлись то есть хорошая погода природа никто не гонит ты едешь потихоньку ну и плюс допустим но душевное спокойствие да когда них у тебя нервы не мотал в течение дня ты как бы все ты вот настроены на хорошее настроение ты едешь от звезды сходятся все ты едешь и кайфуешь просто обалденно вот зрители кто может не знаю тут расскажи про что твой канал вот что люди могут там увидеть про что ты снимаешь а что ты рассказываешь какая тематика вообще канала и что там может могут найти себе в основном тематика это раскрывает как бы профессию водителя это вот можно так вот обусловить но опять же смотри я в одном из своих прошлых видео начал уже подготавливать своих подписчиков к тому что возможно я уйду с этой профессии и начну что-то другой снимать и ну были такие задумки хотя конечно сейчас немножко устаканилась мысли немножко вернулись в свое русло так что пока что я при этой профессии как бы не знаю не могу как бы гарантировать сколько я тут буду потому что зарплата конечно кусается вернее цены кусаются а зарплаты не хватает и как бы ну в основном канал про профессию водителя но опять же на моем канале мелькают какие-то там допустим такие заскоки типа побегать я конечно далеко не спортсмен я это не умею нифига и получается что я себе поставил цель когда я на три недели пошел в отпуск сейчас мама максим алё да мы мы как раз сидим разговариваем снимаем типа такие мини-репортаж как бы это задаю вопросы а денис рассказывает да да но я я из я и так и сказал говорю ты едь коле оля там на готовилась посидишь и я потом потянусь она сказала что малую заберет там мать то есть вот так а к тебе потом уже посмотрю я к тебе смогу выйти да 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 так что вот так она тебе звонила или оля звонила ты можешь видео не останавливать если как бы там хватает этих просто шоу давай чай все таки давай смотри есть черный обычный есть а черный черный обычный быть такой как бы обычный шоу не знаю как сказать как дома не как дома ну допустим я себе вот все это дело прилепил вот так вот все у нас каждая на своем месте лежит и стараюсь держать чтобы было что порядок потому что ну не в порядке дело а допустим вот опять же в экономии времени в быстроте допустим ну там стал минут десять есть там еще что-то надо как-то по-быстрому по вот так знать как квартире у слепого нельзя ничего менять он знает где что лежит и он на теми местами как бы оперирует у него это навигация срабатывает у меня такой же самый шоу по-быстрому тот у меня чашки посредине сахар чай кофе здесь такой вот в общем там да ну так же самое остальное все там дальше досточка для нарезания там сковородка миски все это там дальше есть но это как уже второстепенно я этим меньше пользуюсь где-то двери что просто вот я сижу я туда практически не смотрю я все на ощупь на зала сахаром сколько хочешь скажу так сахар не сильно сладкий тогда вот можешь немножко побольше я допустим в принципе кидаю обычно одну ложку 3 кубика как бы хотя эквивалент это эквивалент 2 ложка я конечно не думал не гадал что ты будешь но где-то у меня должна быть заначка чего-нибудь так что у меня тоже где-то есть там шоколадка такое я конечно с такими вот вещами стараюсь завязывать ну блин все равно когда допустим особо там на готовку хавчика будем смаковать что-то такое сильно и а в Субтитры сделал DimaTorzok